Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас разговор пойдет о формулах. После этого урока вы начнете понимать принципы составления формул, а также откуда берутся данные и как с ними работать. Первая задача, которую мы сегодня рассмотрим, это простейшие формулы. Нам необходимо написать равно и наценка. Наценка равна 10% от стоимости закупки. Для этого достаточно написать равно, выдавить ячейку Е11, использовать знак, умножить знак звездочки, умножить на 10 и поставить знак процент. В правом нижнем углу выбрать черный крестик и растянуть вниз. Видим результат. Далее у нас стоимость складывается из цены закупки плюс наценка. Выбираем цену закупки, складываем наценку и растягиваем вниз. Получаем результат. Отлично. Далее мы будем проверять наценку вычитания и, соответственно, процент деления. То есть пишем наценка у нас равна стоимость минус цена закупки. Таким образом мы проверим наценку. И, соответственно, процент. Мы берем наценку и делим ее на цену закупки. Получаем 0.1. Если мы перейдем в формат процентов, у нас получится 10%. То есть, еще раз. У нас есть 4 математических действия. Умножение пирси таким образом. Сложение таким. Да, вычитание таким. И деление, соответственно, таким. Сложение проверяется вычитанием. Да, соответственно, вычитание сложением. И умножение проверяется делением. И деление умножением. Задача номер 2 заключается в следующем. Нам необходимо посчитать стоимость заказа по каждой коллекции. Для этого нам необходимо сумму умножить на стоимость за единицу. Так как у нас урок по формулам, мы делаем все через формулу. Пишем в круглых скобках значение суммы. Да, иначе у нас порядок действий в математике будет выполнен с начала умножения и только после сложения. Да, то, что в скобках у нас вспоминаем математику, выполняется первым. Получается результат. И, соответственно, итог у нас складывается также. Ячейка 1 плюс ячейка 2 плюс ячейка 3 и плюс ячейка 4. Обратите внимание, что для того, чтобы посчитать, для того, чтобы найти стоимость заказа по каждой коллекции и подвести итог, нам потребовалось выполнить сложение до количества заказов по каждому из отделов и только после умножения. Если мы сделали в обратном порядке, у нас тогда бы вышло 100006. Да, потому что сначала у нас умножилось 5000 на 2 и потом сложилось со всеми остальными. То есть, порядок действий в математике очень важен. Не забываем про это. Итак, сейчас поставьте видео на паузу. Поставьте лайк под него. Напишите комментарий с одним из этих ключевых слов. Формула в Excel, Excel формулы и Excel для начинающих. Буду очень вам признателен. Большое спасибо. Переходим к задаче 3. Задача 3 у нас заключается в использовании относительных и абсолютных ссылок. Ячейку у нас используются постоянно. Нам необходимо ее зафиксировать. Фиксация происходит горячей клавишей F4. Для того, чтобы решить первую задачу, нам необходимо умножить цену закупки на наценку. То есть, мы берем E11, умножаем на ячейку F9 и здесь выбираем F4. То есть, у нас бывает полное закрепление ячейки, когда доллар стоит перед строкой и перед столбцом. Закрепление по строке, когда при протяжке вниз не протягивается строка. И, соответственно, закрепление по столбцу, когда при протяжке вправо у нас не меняется столбец. В данном случае в идеале использовать вот такой формат закрепления. То есть, когда мы выбираем вниз, да, у нас ячейка F9 не будет меняться. А если мы протянем вправо, соответственно, у нас F9 поменяется на G. То есть, здесь у нас закреплен только столбец. Окей. Переходим к задаче номер 2. Задача номер 2 имеет немного другую форму таблицы. Для того, чтобы здесь посчитать наценку, нам необходимо закрепить в данном случае уже по столбцу. Выделяем, нажимаем Enter и протягиваем вправо. Видим результат. То есть, здесь уже не меняется столбец. При протяжке вниз, соответственно, он будет меняться. Также здесь можно было бы использовать, в принципе, и полное закрепление. Да, это тоже бы работало. Есть примеры, где полное закрепление не совсем уместное, как, например, здесь. У нас есть наценка и есть цена. То есть, в зависимости от наценки у нас будет меняться цена. В этом случае мы выделяем первую ячейку, фиксируем столбец, чтобы он при протяжке вправо не протягивался. И, соответственно, верхнюю ячейку, чтобы он при протяжке вниз также не менялся. Выбираем, протягиваем вниз и вправо и получаем результат. Для того, чтобы посмотреть данные, из чего были высчитаны формулы у нас, есть формулы, влияющие ячейки. Соответственно, эти ячейки влияют на результат. И есть зависимые ячейки. Да, то есть, от этих ячейок зависит результат. Окей, можем убрать стрелки, влияющие отдельно, отдельно зависимые, или убрать их полностью. Отлично, переходим к задаче номер 4. Задача номер 4 показывает, что формулы можно использовать не только при расчете цифр, но и при расчете дат. Все даты в Excel организованы как числовые значения. То есть, единицы – это первое число 1900 года. Первая задача – нам необходимо определить планируемые даты отправки. Это получается дата отправки плюс 20 дней. Если мы к дате прибавим 20, соответственно, у нас прибавится 20 дней. То есть, с учетом выходных и праздников и так далее. Далее нам необходимо определить количество дней между датой получения и датой отправки. Для этого мы выбираем дату получения. Выбираем вычесть дата отправки. И у нас получается количество дней, планируемое с этой даты. И, соответственно, чтобы посчитать количество дней от даты сегодня, нам необходимо от даты сегодня, зафиксировать ее нажатие F4 по строке, отнять дату отправки, нажать ввод и растянуть вниз. Таким образом, мы увидим количество дней, прошедших с даты отправки до даты сегодня. Отлично! Задача номер 5 наглядно показывает, что формулы можно использовать также при объединении текста. Для этого достаточно написать следующую формулу. Выбираем первую ячейку, далее выбираем знак амперсанта, после чего ставим двойная кавычка, пробел, двойная кавычка. Опять ставим знак амперсанта, опять ставим знак амперсанта. Выделяем следующую ячейку, ставим знак амперсанта, ставим двойную кавычку. И, соответственно, в заключение ставим также знак амперсанта и выбираем значение. Растягиваем формулу вниз и получаем результат. С вами был Полянский Алексей. Спасибо большое за внимание. Если не оставили комментарий, не поставили лайк, сейчас самое время это сделать. Напишите комментарий с ключевыми словами формулы XL, XL формулы, XL для начинающих. Спасибо вам за время. Пока! Задача номер 5 заключается в том, чтобы... Итак, приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии мы будем разговаривать о формулах и рассмотрим принципы, которые... И рассмотрим принципы... Приветствую, друзья, на сегодняшнем занятии... Использовать знак умножения, это знак звездочки. Далее мы будем проверять, соответственно, наценку делением, да, и процент. То есть пишем, наценка у нас равна стоимость минус цена закупки. Да, таким образом мы проверим наценку. И, соответственно, процент высчитывается по принципу... Делим цену закупки на наценку. И, соответственно, процент... Нам необходимо поделить наценку на цену закупки. И, соответственно, процент мы берем наценку. И, соответственно, процент мы берем наценку. Задача номер два у нас заключается в следующем. Нам необходимо посчитать стоимость заказа за пак каждой коллекции. Дата отправки. И получаем результат. Продолжение следует... Продолжение следует...